Всем привет! Дядь Юр дает прогноз на матч 16 тура АПЛ Брайтон-Арсенал. Встречаются 16 и 15 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 8 очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют да и 5 раз на тотал больше. У каждой команды по 3 победы при 2 ничьих. Арсенал не побеждал Брайтон в последних 5 очных матчах. Последние 5 очных матчей были на обе забьют да. Статистика команд. Брайтон в последних 10 матчах имеет 1 победу 6 ничьих 3 поражения. Арсенал в последних 10 матчах имеет 4 победы 1 ничью 5 поражений. Брайтон без побед в последних 6 матчах последние 3 отыграл в ничью. Арсенал последние 4 матча отыграл на обе забьют да и последние 3 на тотал больше. Как видим, в последнее время Брайтон чаще играет матчи, в которых и забивает и пропускает. Арсенал чаще играет результативные матчи. В предыдущем туре Брайтон сыграл 2-2 с Вестхэмом. Молотые бойцы откровенно отскочили в домашней игре против Чаек. Дважды по ходу матча хозяевам удавалось отыгрываться. Гости играли более активно в атаке и ничью можно назвать удачей для хозяев и потерей для гостей. Арсенал обыграл Челси 3-1. Наконец-то канонирам улыбнулась удача. Левенький пенальти и отличный стандарт от Жака дали возможность хозяевам уйти на перерыв, ведя по ходу матча 2-0. Во втором тайме Сака забил редкий по красоте гол, закинув мяч с угла штрафной за Шиворот Менди. В концовке матча гости сократили отставание в счете, заработали пенальти, но не реализовали его. Арсенал очень прилично отыграл матч против Челси и прервал свою серию из 7 матчей без побед. Брайтон не смог удержать дважды победный счет против Вестхэма. Трудно сказать, является ли победа канонирам первым шагом к преодолению кризиса, или это был всего лишь эпизод. Отчасти ответ на этот вопрос мы можем получить в игре против Брайтона, которого Арсенал не может победить в последних 5-очных матчах. В Брайтон домашняя игра с большей частью играет на тотал меньше, но с забивными командами играет результативно Челси и Манчестер Юнайт. Арсенал, как и Ман-Сити, этот сезон начал с серии результативных матчей, за которыми пошла длинная полоса низовых матчей, но в последних играх команда Артеты снова стала показывать результативный футбол. В норме эта игра должна бы закончиться где-то на 1-2. Арсенал выглядит сейчас более мобильным и живым, нежели Брайтон, который запросто способен на забитый гол в предстоящем матче. Из связки ставок тотал больше обе забьют до победы гостей, самый высокий коэффициент стоит на победу гостей 2-31. На тотал больше 2-11, на обе забьют до 1-83. Поскольку Буки дают высокие коэффициенты на победу канониров и на результативный матч, можно сделать две половинные ставки на эти события. Если Арсенал выиграет или матч закончится результативно, мы будем в плюсе, поскольку каждый из ставок имеет коэффициент выше двойки. Если же Арсенал выиграет в результативном матче, мы будем в полном шоколаде. И если же Арсенал не выиграет в низовом матче, мы все равно проиграем только размер одной ставки. Достаточно перспективный план получается, но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Я Тюра. Верю, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok